Здравствуйте! Сегодняшняя лекция будет о Людмиле Улицкой, о её творчестве и в особенности о рассказе «Бедная, счастливая Колыванова». Людмила Улицкая, одна из самых известных писательниц в России, родилась в 43-м году во время войны. Она очень известная и успешная писательница, переводчица, сценаристка и активистка. Она награждена большим количеством литературных премий, как российских, русский букер, большая книга, так и зарубежных, в частности, итальянских и французских. Произведения Людмилы Улицкой переведены на 30 языков. По образованию Людмила Улицкая биолог, закончила она биологический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова и до 70-го года работала в генетической лаборатории Российской академии наук РАН. Начало литературной карьеры было связано с перерывом, концом научной карьеры, поскольку генетическая лаборатория была закрыта. И в 50 лет Улицкая, оставшись без работы, начала писать. Первые короткие рассказы были написаны в 80-е годы, когда Улицкой было уже около 50 лет. Самым известным ее рассказом стала повесть «Сонечка». Она была опубликована в 92-м году. Опубликована она была в толстом или литературном журнале «Новый мир». И эта повесть принесла Улицкой мировую известность, поскольку потом была получена за нее и французская, и итальянская литературная премия. Другим известным произведением Людмилы Улицкой является роман «Казус Кукотского», который в 2001 году был отмечен премией «Большая книга». Такую же премию через 6 лет получил роман Улицкой «Даниэл Штайн. Переводчик». Это очень объемный роман. В 2016 году премию «Большая книга» получил третий роман Улицкой «Лестница Якова». Произведения Улицкой были также экранизированы. В частности, и повесть «Сонечка» можно найти видеозапись, и роман «Казус Кукотского» с ведущими актерами «Чулпан Хаматова» и «Юрий Цурила». И также был снят фильм «Сестрички Либерти» тоже по сценарию Людмилы Улицкой. У Людмилы Улицкой два взрослых сына. Оба они получали образование в Америке. При этом старший сын вернулся и работает в России. Он достаточно успешный кризис-менеджер. Вы видите его фотографию. Одним из интересных проектов Людмилы Улицкой, предназначенных для детей, детский проект, это серия из девяти книг, которые называются «Другой. Другие. О других». Это книги посвящены, скажем так, культурной адаптации детей к детям из других культур, другой национальности. И, в общем, это достаточно успешный и уникальный проект в России, который получил поддержку Института толерантности при Библиотеке иностранной литературы. Это известная в Москве, в России библиотека, поддерживающая многочисленные гуманитарные проекты. Это, конечно, общественно значимый проект воспитания терпимости, толерантности у современной молодежи. Я также сказала, что Людмила Улицкая активистка, то есть она такой заметный общественный деятель. Она дает много интервью, она часто встречается с разными людьми и дает свои комментарии, открыто высказывает свое мнение о современной политической ситуации, о процессах в обществе, в культуре. На канале YouTube вы можете найти много таких интервью, выступлений. В частности, я обозначу только некоторые эпизоды из ее общественной деятельности. Она активно переписывала с сапальным олигархом Михаилом Ходорковским, основателем нефтяной компании «Юкос». Причем делала это тогда, когда он был в тюрьме. У Людмилы Улицкой есть очень интересные диалоги с Борисом Акуниным о современной ситуации. Это известный писатель и диалоги с Борисом Стругацким, также посвященные актуальным вопросам современности. Это действительно активный общественный деятель, который открыто выражает свое мнение и имеет свою позицию. Что касается ее, скажем так, писательского взгляда, писательской позиции, в своем интервью с известным российским журналистом Владимиром Познером, когда он спрашивает ее, в чем ваша позиция как писателя, Людмила Улицкая прямо говорит «Я писательница», то есть она таким образом признает себя как писателя-женщину, а женщины – это лучшая половина человечества. То есть тема женской судьбы, женского взгляда на мир, женской миссии в этом мире, она признает как заслуживающую внимания, как приоритетную. Ну, как развивается тема женского писателя, что значит «писательница», что значит «женщины», какие они, женщины Улицкой, какие они ее героини. Первый сборник, в которых появляются вот эти особенные героини Улицкой, это сборник 93-го года, сборник рассказов, который называется «бедные родственники», это очень узнаваемые героини, они особенные, они живут так, как будто знают некую тайну жизни, причем от рождения, интуитивно, и чаще всего близкие их люди не понимают эту логику их повседневных партнеров. Вторая особенность писательского творчества Улицкой – это тема детства. Она сквозная, она присутствует с раннего периода и практически все время. Один такой пример – это сборник рассказов 12-го года, который называется «Девочки». Посвящен этот сборник теме детства. Как это комментирует сама писательница? В жизни человека есть периоды, когда он очень чувствителен, то есть сензибилен. Прежде всего, это время детства, когда все укрупнено, усиленно, имеет дополнительные краски, как будто существует еще один спектр цветов и звуков. Из этого комментария мы понимаем, почему тема детства так важна для писателя. Это время, когда все укрепнено. Но это время, которое оказывает решающее влияние на позицию человека. И вот это стереоскопическое обостренное зрение, восприятие ребенка срабатывает и до сих пор. Меня так и не отпускают мои детские воспоминания. То есть писательница говорит, что и она сама может подтвердить по своему опыту, как важен этот период в жизни. Особое внимание хотела бы уделить сборнику, где Людмила Улицкая выступает не как автор, а именно как автор-составитель. Сборник называется «Детство 45-53», а «Завтра будет счастье». Это важный проект, важный для ее понимания и вообще темы послевоенного периода. «Детство 45-53» — это, в общем, детство самой писательницы. Она родилась в 43-м году во время войны. И эти годы фактически совпадают с ее детством. Детство исключительно бедное. Детство, вот эта тема, как люди могли быть счастливыми при абсолютном отсутствии любого материального состояния, благосостояния. Это вот загадка, что такое счастье на заплатке. Как ты можешь быть счастливым на заплатке? Это счастье вопреки обстоятельствам. Это дети, у которых не было родителей чаще всего, не было своего дома, не было своей семьи. И при этом, при всем они жили с ощущением, что завтра будет счастье. Счастье нищего. Найти секрет этого счастья. Вот писательница, когда она составляла этот сборник. Фактически, это вот такой опыт исследователя. Что пишет сама писательница вступлении. Иногда мы говорим, жестокие времена. Но все времена по-своему жестоки. И по-своему интересны. Время создает определенные человеческие характеры. А что определяет характер времени? Вот неразрешимый вопрос. Даже мне, рожденной в середине войны, пережившей скудные, тяжелые послевоенные времена, открылась какая-то новая правда о характере нашего народа. Простодушным, бесконечно терпеливым, мужественным и милосердным. И о природе власти всегда бесчеловечной и циничной. Фактически, сборник был составлен на основании литературно переработанных писем такого национального проекта, когда люди, детство которых приходилось на годы 45-53, писали о Дне Победы, о том, что ели, что пили, как мылись, как одевались, какая была жизнь двора, что такое коммуналка и какие отношения между соседями, отношения с животными, какая была школа, что такое детдом, это детский дом, интернат фактически, какая была жизнь города, деревни, как относились к инвалидам, как жили военнопленные, был ли страх и какой он был, все умрут. И Сталин тоже, отношение к Сталину. Это биографии в письмах. Это действительно документальная энциклопедия послевоенной жизни. Это энциклопедия послевоенной жизни, которую писали те, кто тогда, в это время, были дети. То есть, это энциклопедия жизни глазами детей этого поколения, послевоенного. Мы задумали вспомнить о поколении тех, чье детство пришлось на конец войны, послевоенные годы, 45-53. Почему 53? 53 – это год смерти Сталина, это была целая эпоха. После смерти Сталина жизнь изменилась. Для меня это ровесники и других – родители. Почему эта тема, послевоенная жизнь, так важна для писательницы? Да, с тех пор прошло много лет. Вышли из употребления керосинка, колонка, печка. Все больше забытого, и мы все беднеем от этого забвения. Кроме большой истории, которая сохраняет даты и события, важные для страны, есть и малая история каждой семьи. И вот эта малая история каждой семьи – то, что интересует нашу писательницу. В этой малой истории каждой семьи она хочет найти ответ на вопрос, как можно быть счастливым, не имея ничего. Если мы не расскажем своим детям, они не будут знать, что значили слова «Сталин», «Победа», «Коммуналка», «Этап», «Свидание», «Партсобрание». Они не поймут, что значит «Довесок» к буханке хлеба. Они не поймут, что значит «Новые ботинки» или «Военная форма отца». То есть здесь писательница видит свою задачу как задачу памяти, такой живой памяти, сохранение этой памяти и передачи от одного поколения к другому. Вот оно, детство, послевоенное, 45-53. То, о чем мы не смогли рассказать словами, дополнит потрепанные и выцветшие фотографии из семейных альбомов. И часто мы даже не можем вспомнить имена этих людей. Мы должны, мы обязаны делать это усилие воспоминания, сохранить эту память, сохранить эти лица, их историю, в этом задача писательницы. И она очень ответственно подходит к этому своему проекту. Ну и рассказ «Бедная счастливая Колыванова», написан в 1994 году, входящий в цикл «Девочки». Это рассказ, который тоже приходится на послевоенное детство. Вообще, надо сказать, что тема детства девочки, да, девочек, для литературы, для русской литературы 19 века достаточно экзотичной. Ее там не было. Потому что в русской литературе 19 века, если речь шла о детях, то всегда это были мальчики. Мы можем вспомнить трилогию «Льва Толстого», детство, отрочество, юность. Мы можем вспомнить писателя «Льва Косиля». И так не только в русской литературе. То есть, если в 19 веке писали о детстве, то всегда, почти всегда, только о мальчиках. Девчачье детство, то есть детство девочки, это новая тема, которую в российской литературе открыла Улицкая. И до нее этой темой фактически никто не занимался. В чем состоит сюжет этого рассказа, бедная, счастливая Колыванова? С одной стороны, можно сказать, что это история для желтой прессы, которую, скажем, в современном мире вполне могли бы поместить в социальные сети, на Facebook, в Instagram. Посмотрите, какая история. Ученица влюбляется в свою учительницу, ходит за ней. И для того, чтобы сделать ей какой-то очень дорогой подарок, конкретно цветы, цикламены, она даже готова заработать деньги не самым, скажем, лучшим способом. И в итоге вот эта история вполне в современной жизни могла бы послужить почвой для желтой прессы, для такой скандальной публикации и недостаточно чистых намеков. Но Улицкая из этой истории для желтой прессы делает что-то совершенно иное, что-то совершенно свое, и именно поэтому мы выбрали этот рассказ для прочтения. Бедная счастливая Колыванова послевоенное детство, да? Жили невероятно бедно, драные, заплатанные, ничего не имели. при этом абсолютно парадоксальное ощущение настроения «А завтра будет счастье». Это было доминантное ощущение после войны. Почему? Потому что война закончилась. Мы можем жить. И это ощущение счастья, ожидание счастья, это то ощущение, которого сейчас уже не восстановить. мы его потеряли. Этот мир девочек пронизан другой системой ценностей, полностью другой. И вот именно поэтому этот рассказ важен. Он показывает, как система ценностей помогает спастись человеку и даже быть счастливым в невозможных условиях. Что говорит сама Улицкая о своей героине Тане Колывановой. Моя Колыванова на самом деле счастливая. То, что могло быть травмой, ломкой, страданием, она прошла не заметив, потому что жизнь была такая жестокая и суровая. Вот эту тайну, как можно пройти через страдания, не пострадав, как можно оставаться счастливым в любых условиях, это тайна и есть главный вопрос этого рассказа. Сейчас небольшой шаг в сторону. Героиня Улицкая, о которых мы уже говорили, женщина, женщина, вот эта Татьяна Колыванова, героиня рассказа, вполне соответствует другим героиням Улицкой. Кто такие героини Улицкой? Это женщины. Женщины как какие-то невероятные создания, невероятные существа, которые способны быть счастливы в любых, в невероятных условиях. Женщины и героини Улицкой это альтруизм, великодушие и жертвенность. Это три главные особенности. Посмотрим примеры. Сонечка, героиня повести, первой повести Улицкой. Что с ней происходит? Она принимает любовницу своего мужа и помогает ей до самого конца. Причем делает это абсолютно великодушно, без какого-либо собственного интереса. Бухара героиня другой повести Улицкой. Эта женщина принимает очень тяжелую ситуацию, инвалидность собственной дочери, которая имеет болезнь Дауна и помогает ей найти ее счастье, такого же инвалида, с которым они остаются вместе. Медея героиня третьего романа Улицкой принимает эгоистичных родственников и помогает им, несмотря на их отношение к ней. То есть это люди, женщины абсолютно неэгоистичны, они очень великодушны, они жертвенны и не считают себя героинем, они так поступают инстинктивно. Вот в этом особенность героиню Улицкой, в этом она напоминает и они напоминают вот эту Сонечку Мармеладову, героиню романа Достоевского «Преступление и наказание». Они способны сохранить чистоту и ощущение счастья вопреки всему тому, что их окружает и несмотря на то, через что им нужно пройти. Вернемся к нашему рассказу. То есть Татьяна Колыванова как следующая героиня композиции и идеи рассказа. С одной стороны, у нас повседневная жизнь ученицы Татьяны Колывановой очень неприглядная, бедная, безденежная, жестокая, неприглядная реальность. С другой стороны, мы имеем символ счастья, прекрасного, другого мира, человека из иного мира, такого светлого, праздничного, как в кино, учительницу немецкого языка Евгению Алексеевну. И вот эти два человека, Татьяна и Евгения, они как бы из двух миров, которые, естественно, находятся в таком натуральном контрасте, конфликте. и собственно говоря, вся история состоит в том, что Татьяна Колыванова хочет прикоснуться к этому прекрасному миру, к иному миру, праздничному, красивому, великолепному. Она в этот мир влюбляется, она влюбляется в представительницу этого мира, в эту божественную Евгению Алексеевну и пытается приблизиться к этому миру, оказаться достойной этого мира, даже через любую жертву, то есть она стремится прикоснуться, стремится войти в этот мир, хотя бы через такой подарок, очень скромный подарок на 8 марта, она стремится к нему приблизиться. Ну, учительница немецкого, чем же она так особенно? Эта новая Лукина Евгения Алексеевна была больше похожа на заграничную артистку, чем на советскую учительницу. Она только что вернулась из Германии, где много лет прожила с мужем военным, из головы до ног представляла собой сплошной вызов, и так иззил, и особенно ноги были вызывающими, какими-то непристойно голыми. Чулки она носила бесцветные, прозрачные, к тому же без шва, что было новомодной роскошью. То есть такая необычная с головы до ног сплошной вызов. Какой эффект вызов имело появление этой новой учительницы? Ну, эффект взрыва, да, они имели все, и старожилые девочки, и пришлые мальчики. Вырасту и обязательно сошью себе такой же костюм в клеточку, немедленно решила Алена Пшеничникова, а остальные 25 девочек потрясенно и бессмысленно таращились на это чудо. То есть вот вызов было появление этой учительницы в школе, где училась Таня Колыванова и другие девочки. Ну, и, собственно говоря, в чем композиция идеи рассказа, вот это вот жертвенный путь Тани Колывановой, ее искреннее желание приобщиться к лучшему миру, прикоснуться, хотя бы посмотреть, да, она делает такой, проходит жертвенный путь, да, вот все, что с ней происходит, все эти жертвы, реальные события, злоключения, через которые она проходит, препятствия, которые она готова преодолеть, это вот ее жертвенный путь на пути к счастью, к лучшему миру. Да, она действительно для того, чтобы заработать деньги, остается с каким-то инвалидом, пауком и делает это не раз, но в связи с тем, что внутри она так чиста, греха, собственно, как такового его нет, его не было, она же толком не понимает, что происходит с ней, и как она получает деньги, это такая типичная героиня Улицкой, внутренне святая, внутренне чистая, поэтому-то все жертвы для нее легки, незаметны, и она остается безгрешной, доказательством вот этой чистоты и святости является финал рассказа, это ее право на счастье, которое ей писательница дает. ну и вот Колыванова соответственно своим пылким чувством, идеальным бескорыстным пытается приблизиться к учительнице, называет ее божеством, и тут некоторые цитаты, которые доказывают насколько необычным было чувство Колывановой к учительнице, она ждала ее выхода, как ждут выхода Примадонны, и каждый раз Евгений Алексеев наказывался прекраснее возможного, действительность ее несказанной красоты превосходила ожидаемое и Таня счастливо обмирала, столбняк счастья, и вот эти мелкие детали, восхищенный взгляд Колывановой, новая брошка, и край шелкового платочка, и так дальше, то есть здесь красота, которая на самом деле скорее скрывается в самой Колывановой, которая рада открыть этот круг, которая ищет это счастье, красоту, и вот, например, такой мотив, как одежда учительницы, как естественное продолжение этого образа, да, Евгения Алексеевна зимой стала ходить в блестящей цигейковой шубе и коричневых ботинках на белом каучуке. Девочки постоянно обсуждали, но Колыванова этих разговоров не понимала, почему, потому что Колыванова не была влюблена в одежду. одежда не свидетельством вкуса богатства или того факта, что долго жила за границей. Эта одежда была ее личным качеством, словно блестящие шубы, сапожки, пушистые свитера и кофты. Она просто выделяла из самого своего существа, как моллюск выделяет перламутр. Одежда это не просто красивая вещь сама по себе, это часть доказательства иного мира, лучшей сущности. Это естественное продолжение божественной красоты ее любимой учительницы. И как можно охарактеризовать отношения между ученицей и учительницей? Это была счастливая любовь. Она ничего для себя не требовала. И даже мысль о служении не являлась Колывановой. Чем могла послужить своему божеству маленькая Колыванова, не имеющая за душой ничего, кроме смутного восторга? Это вот счастливая бескорыстная любовь, то есть любовь не для себя, а для другого. Это любовь, это тайна вот это делать. Татьяна Колыванова. Посмотрите, как логично выстраивает улицкая образ учительницы, даже ее дочка, ее любовник или сердечный друг. Это все представляется через взгляд ученицы, этот влюбленный взгляд Татьяны Колывановой. Здесь очень важны детали, взгляд идеализирующий. Посмотрите, любовник-учительница такой же молодой и такой же красивый, как сама Евгения Алексеевна, А в руках у него были цветы, завернутые в ласковую бумагу, даже бумага в его руках ласковая, необычная, особенная. Колыванова, глядя на них, испытывала счастье прикосновения к прекрасной жизни, как в кино, как в театре, как в Царстве Небесном, о котором все рассказывала их деревенская бабушка, простая и глупая. Вот оно, вот она суть этого отношения к учительнице, недоступное счастье, но которое обязательно должно быть. Ну и вот это стремление к идеалу счастью, решение Колыванова сделать подарок учительнице на 8 марта, корзина с богатыми бархатными цикламенами, вот именно цикламены, а не обычные мимоза, да, и вот она хочет ее подарить эту корзину с невыразимым чувством соучастия в прекрасной гармонии мира. Евгения Алексеевна шли цикламены точно так же, как вся ее красивая одежда, как гранитные шары у ее подъезда, как усатый красавец, который встречал теперь в метро чуть ли не каждый день, да, то есть естественное продолжение этого друга. Ну и финал рассказа, когда Колыванова все-таки делает подарок учительнице и оставляет перед ее квартирой корзину с цикламенами, нельзя сказать, чтобы она доставила Евгению Алексеевне большую радость, да, ревнивый муж Евгении Алексеевны заподозрил, что это подарок любовника, и после конфликта, который происходит между учительницей и ее мужем, она больше никогда не появилась в школе, зато радость была у Колывановой, она неслась в сторону дома так поспешно, потому что паук велел приходить ей каждый день на отработку, и она, девочка послушная, и не думывала отлынивать, да, вот он этот контраст, счастье было больше у того, кто дал подарок, чем у того, кто его, ну и чем все закончилось, Евгения Алексеевна в школе больше никогда не появилась, про Колыванова она никогда в жизни так и не вспомнила, вот эта жестокая ирония судьбы, а бедная Колыванова после того, как потеряла свою любовь, долго тосковала, потом любовь ее как будто зажила, девичьей жертвы своей она вовсе и не заметила, и вскоре уехала в Швецию, что делает Колыванова в Швеции первым делом она купила себе сапожки на белом каучуке цегейковую шубу и пушистые свитера то есть те же самые атрибуты иного мира которые носила на себе Евгения Алексеевна Петерсона своего шведского мужа она так и не полюбила но относилась к нему хорошо сам Петерсон всегда говорил что у его жены загадочная русская душа а бывшие одноклассницы говорили что Колыванова счастливая на этом рассказ заканчивается такой финал рассказ действительно особенный очень характерный очень типичный для Улицкой для всего ее творчества это ее героиня это ее тема послевоенное детство это ее мотивы это ее история и в общем Людмила Улицкая сама не скрывает своего особенного отношения к рассказу на линке на линке который вы видите перед собой можно увидеть как она сама читает свой рассказ и комментирует его вообще конечно творчество писательницы абсолютно интересно его абсолютно нужно читать у нее замечательный легкий язык такой кристальный чистый и вот это ее задача проникнуть в сердце эту задачу она успешно решает своими романами в конце нашей лекции я хотела бы представить несколько вопросов на которые нужно ответить после прочтения рассказа опишите героиню Татьяну Колыванову какая она в чем секрет ее счастья второй вопрос в чем необычность учительницы немецкого здесь нужно описать одежду ее внешность ее жизнь и чем она была для Татьяны Колывановой третий вопрос после военное детство какое оно у Татьяны Колывановой четвертый заслужила ли героиня свое счастье как вы думаете пятый кто по вашему более счастлив учительница немецкого или Татьяна Колыванова и почему вы так думаете ну и шестой пожалуй самый главный актуально ли героине Улицкой с их таким особенным счастьем с их особенным путем с их особенным взглядом актуальны ли они сейчас или это действительно тайна послевоенного поколения которые уходят вместе с его представителем это вопросы к размышлению которыми я хочу завершить сегодняшнюю лекцию спасибо